Субтитры делал DimaTorzok 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 Итак, шалом! Мы с вами начинаем. Недельная глава Лех-Леха. Безумно интересная. И мне не терпится вам сказать те уроки, которые я сама для себя вывела из этой недельной главы. Итак, представьте. Минск. Привет. Мирного вам неба над головой. Я из Пинска. И я слежу за вашими новостями. У меня мама в Пинске живет. И дай бог всем мира уже в этом году. Спасибо большое. Итак, представьте синагогу, где Равин дает урок, посвященный недельной главе. Все люди, пришедшие на урок в вечернее время, они очень уставшие, они засыпают, но так же, как и вы, не упустили возможность в вечернее время перед сном немножечко поучить Тору. И вот он рассказывает какие-то вещи, и он видит, что одни глаза закрываются, вторые уже положил голову на стол, и народ начинает потихонечку засыпать. Он продолжает в экспрессии, рассказывает свой урок, как слышит, что какой-то из учеников вообще потерял рамки и начал немножечко похрапывать на уроке. На что он понял, что он не может дальше с этим совладать, и он сказал ему, его соседу, ты можешь, пожалуйста, его как-то разбудить, подвинуть, чтобы он перестал храпеть? И ученик ответил, Рэбе, кто его усыпил, тот пусть будет его сейчас. Так вот, я надеюсь, что мой урок вас ни в коем случае сегодня не усыпит, потому что тема и вопрос, который мы сейчас с вами зададим, мудрецы наши, они не находили вообще спокойствия, пока не пришли к какому-то пониманию этого вопроса, к какому-то ответу, объяснению, почему произошло так или иначе, потому что на первый взгляд то, что мы сейчас с вами будем рассматривать, оно не вяжется ни в какие рамки, ни того, что было в те времена, ни к законам, по которым мы живем с вами сегодня. Итак, мы с вами начнем. Наша недельная глава Лех-Леха, она посвящена Аврааму, его испытаниям. Я уверена, что на протяжении всей недели у вас уже были уроки, и вы знаете, что с ним происходило в прошлых сериях. Я бы хотела сейчас немножечко, надеясь, что-то новое для вас рассказать. На первый взгляд в этой недельной главе выглядит так, что наш праотец Авраам Авину, которого мы каждый день вспоминаем в молитвах, и на заслуги его мы рассчитываем, и в наших поколениях, и наши дети будут его упоминать как что-то сверхъестественное, он проявляет себя недолжным образом по отношению к своей жене. Как только у них возникает какое-то испытание на дороге, и оба нуждаются в поддержке, Авраам отходит в сторону, толкает Сару на амбразуру и говорит, слушай, ты давай сейчас сама разбирайся. Я отошел в сторонку. Более того, вам скажу, он ей даже ничего не объясняет, он просто уходит на второй план с намеком, давай-ка ты сама, детка, будешь разбираться во всех проблемах, которые сейчас на нас накинулись. То есть, с одной стороны, у нас есть личность Авраама, которая постоянно, мы знаем, мы на следующем уроке с Божьей помощью будем с вами говорить про гостеприимство, которое он оказывал людям, про его человеческие качества, про то, как он приближал всех, кто к нему приходил. Он для всех был замечательным, но что внутри своей семьи, на первый взгляд, нам кажется, что он был как будто бы тираном. «Слушай, ну я этому помогу и этому помогу, а ты давай как-нибудь сама, не успеваешь к шабату подготовиться, какая мне разница, я что, я деньги зарабатываю, а ты тут по дому, успеваешь, не успеваешь, у каждого свои обязанности». Что было? Первым испытанием Всевышнего из десяти было приказание Всевышнего, указ его лех-леха, уйди из земли, в которой ты сейчас находишься, иди в землю Израиля, и там ты будешь моим пиар-менеджером. Ты будешь всем рассказывать обо мне, я тебе за это буду давать зарплату, которая заключалась в детях, в благословении, в деньгах. Все, кого ты будешь благословлять, я благословлю, кого ты проклянешь, я прокляну. В общем, ради такой зарплаты я думаю, что каждый бы из нас оставил свое место жительства и пошел бы. Но что, первое, что происходит, когда он приходит в землю Израиля, на обещанные условия его встречает голод. Голод, которого не было в Израиле до этого никогда. И из-за того, что Авраам Авина уже был знаменитой личностью, все, кто жил в Израиле, связали этот голод именно с приходом Авраама. И они сказали, слушай, ты принес нам какую-то клалу, уходи отсюда, потому что ты, из-за тебя, вот все это сейчас происходит. Авраам, не долго думая, берет цару и отправляется в Египет, в ближайшую страну, для того, чтобы взять там деньги, спасибо большое, взять там еду и спасти себя от голода. Как только они приходят на границу с Египтом, происходит вообще сумасшедшая вещь. Вместо того, чтобы проверить документы, проверить багаж, я не знаю, открыть багажник, все смотрят на сару и не могут отвиснять в нее глаз. Написано, что Авраам вдруг увидел, что Вала, а жена его красотка, все на нее обращают внимание. И по законам того времени, любая женщина, которая понравится другому мужчине, ее можно взять себе в жены, но перед этим обязательно убить ее мужа. То есть они были вообще замечательными людьми, у них были какие-то моральные устои, и они для себя решили, значит, чужую жену взять, чтобы она изменяла. Да нет, 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 чужая жена откан досюда, а убить ее мужа и потом ее взять, когда она свободна. Вот тут мы и будем действовать. То есть они стали в такую засаду, когда сару хотели забрать в плен, а Авраама убить, потому что он ее муж. И тут он пугается всей этой историей и говорит на ушко саре, «Скажи им, что я твой брат, скажи им сейчас же, пока они меня не забрали в плен». Чувак, что происходит? Мы с вами разговаривали про Ноаха, который не обращал внимания на поколения, ему было все равно, что его бабушка и дедушка и все его родственники погибнут в потопе, главное, что он выживет. Мы с вами говорили, почему Ноах не стал нашим прадцом, а стал Авраам, который думал обо всех на свете. И тут мы понимаем, что он думал обо всех, кроме о своей жене, потому что он подставил ее, как Леавдиль. Адам, помните, когда Всевышний у него спрашивает, «Ты что, съел я плод от дерева познания добра и зла?» Он сказал, «Это не я, это жена, которую ты мне дал Всевышний, это вообще какая-то подстава, я здесь не виноват». Авраам в данной ситуации поступает точно так же, и мы не понимаем, почему этот человек вдруг стал для нас примером подражания, когда в первом, во втором уже испытании, он подставляет так свою жену и как бы, «Слушай, главное, что со мной все будет хорошо, ты как-нибудь там справишься». Сказать, что Авраам был боязливым человеком вообще мы не можем, потому что на тот момент произошло одно из тоже испытаний, когда вышли на войну две империи. Пять царей против четырех царей, и четыре победило пять. И вот эти четыре царя решили установить свои порядки в мире и взяли в плен Лота, который по стечению обстоятельств оказался племянником Авраама. Как только Авраам слышит, что его ближайший родственник находится в опасности, он не смотрит на то, что это империя. Четыре царя, огромная армия. Он сам со своим слугой Элезером выходит на войну, побеждает, чтобы освободить Лота. Окей. А тут в нашей ситуации мы вообще не говорим про четырех царей и про Лота, мы говорим про одного царя и его любимую Сару. Откуда я знаю, что это любимая Сара? Потому что, извините меня, мы знаем, что он десятки лет прожил с этой Сарой вместе. Спасибо вам всем большое за отзывы. Прям вдохновляете. Итак, мы знаем, что, к сожалению, основным триггером к разводам и разладу в семье являются какие-то испытания, какие-то проблемы, с которыми человек не умеет справляться, и они вместе находят общий язык, и семья распадается. Почему сейчас во время короны мы слышим столько много, к сожалению, историй, потому что вдруг люди начали между собой общаться, вместо того, чтобы пропадать на работе, и возвращаться в 10 вечера, когда все спят. И поняли, что есть очень много проблем. Нету работы, нету зарплаты, нету друзей, нету обычного образа жизни, и семьи начинают ссориться. Сказать, что у нас с вами сейчас проблемы, это вообще клюм, гурничт, капля в море по сравнению с тем, что было у Авраама и Сары. Во-первых, у них 90 лет не было детей. Всевышний обычным нашим нам сказал людям, что как только у пары нету 10 лет детей, они могут развестись, потому что, наверное, вот есть какая-то проблема больше, чем природный вопрос, который может и решить врач. У Сары Авраама первое время не было денег вообще. Все обещания, которые Всевышний обещал, он просто не исполняет. Нету зарплаты, нету детей, нету уважения, нету ничего. И они вместе с этим продолжают жить счастливую жизнь. Когда Сара умирает, Авраам находит для нее самое красивое место для того, чтобы ее там похоронить с уважением. И он, несмотря на то, что ему дают бесплатно на этот надел, это место, он за него платит полную стоимость для того, чтобы дать последнее уважение своей жене. То есть была любовь, Авраам совершенно нельзя его назвать, как-то на русском, боязливым человеком. И тут он себя ведет как последний, извините меня, подонок. Не об Аврааме будет сказано, но вот если на наш с вами ситуацию перенести, когда мужчина так подставляет жену и оставляет ее один на один с такими большими проблемами, мне кажется, что никто этого человека не будет уважать, и тем более на протяжении уже 5000 лет, и рассказывать детям, что вот он для нас пример подражания. Значит, есть тут что-то, что Тора нам хочет сказать, намекает нам. И мало того, что намекает, из этой истории мы еще с вами можем что-то выучить. И я вам скажу, поступайте так, как он. Итак, где же здесь такой глубинный замысел во всем этом? Более того, я вам хочу усилить всю эту ситуацию и сказать, что не только он решил Сару подставить, отдать ее в плен, сделать из нее вторую жену, я не знаю, какого-то там рабенка. Он еще сказал очень странную фразу. Если вы откроете недельную главу Лех-Леха, 13-й пасух, то там будет написано так. Скажи, Сара, что я твой брат, спасибо большое, чтобы благо было мне ради тебя. Что происходит? Мало того, что обмани, мало того, что я тебя там уставляю, ты сама как-то справься. Еще и давай мы из всей этой истории сделаем бизнес. Ты не понимаешь, сколько бабла мы можем срубить от этой всей сделки, от этой всей ситуации. То есть вы понимаете, что происходит? Это как если человеку сказать, давай ты станешь на рельсы, и за секунду до того, как поезд пронесется по этим рельсам, ты оттуда соскочишь, но видос, который мы сидим, соберет миллионы лайков, и мы сможем срубить с тобой много-много денег. Подставлять жизнь чужого, любимого человека ради денег, это вообще последнее, что можно было придумать из этой ситуации. Но Авраам так делает. Приходят наши мудрецы и, естественно, начинают крутить эту ситуацию с разных сторон, пытаться объяснить поведение Авраам. Барбанель, один из мудрецов-комментаторов, он вообще не загоняется, он говорит, послушайте меня, если бы у меня была такая ситуация, не дай бог, то мне легче бы было умереть, так говорит он, чем поступить так, как сделал Авраам. То есть, а как он вернется домой? Что он скажет слугам, детям, всем последователям, которые за ним идут? Я... Спасибо большое, Андрей. Я оставил свою жену в плен. Я за нее не боролся, я войной не пошел, я имя Всевышнего не использовал, я не молился за нее, ну, на всю волю Всевышнего. И что-то тут непонятное вообще у нас происходит. С другой стороны, тоже вопрос, почему он сказал, скажи, что я твой брат. Если ты хочешь отделиться от этого человека, сказать, он сам по себе, я сам по себе, скажи, что я ее водитель, я ношу ее вещи, я не знаю, кто угодно, но брата же тоже могут наказать за то, что он вместе, и семья все-таки. И... Секунду. И... Рамбам нам рассказывает интересную вещь, что в те времена было принято, что женитьбой, шатхан... Вы знаете, кто такой шатхан? Это человек, который служит инструментом в этом мире Всевышнего соединять пары, знакомить их между собой. И брат являлся в то время шатханом. Папа занимался, он был в Торе, в Поле, не знаю, где угодно, и братья занимались женитьбой сестер. Так вот, Абрам сказал, моя идея заключается вот в чем. Ты сейчас скажешь, что я твой брат. Они поймут, что именно ко мне надо обращаться, чтобы такую красотку, как ты, выдать замуж. И пока мы будем с тобой вести переговоры с этими женихами, кто какое наследство, не наследство, приданное даст, у кого какая квартира есть в центре, не в центре, мы потихонечку соберем с собой сумки и под шумок уйдем отсюда. Как есть такая интересная история. Спасибо большое, делайте репосты, ставьте лайки, как говорят знаменитые блогеры. Есть история такая смешная, когда человек, у которого очень много денег, не знает уже, где, куда эти деньги потратить, и он решил научить свою собаку петь. И он дал объявление, естественно, кто самый лучший музыкант, еврей, он дал объявление на двери синагоги, вот плачу миллион долларов того, кто научит мою собаку петь. Все крутили у виска пальцем и говорили, да ну, про дело, в общем, ни о чем. Кроме нашего Гершеля, который сказал, а чего нет, подошел он к этому человеку и сказал, я готов научить твою собаку петь за этот миллион долларов, единственное, что мне надо для этого 7 лет. Приносит он огромную сумму денег и собаку домой. Ой, жена, говорит, откуда, Гершеля, не спрашивай, иди покупай себе габаны, версачи, все, о чем ты давно мечтала, у нас есть сейчас деньги. Рассказал он ей всю эту историю, и она схватилась за голову и сказала, подожди, но пройдут эти 7 лет очень скоро, и что ты тогда сделаешь? Он сказал, да ладно, за эти 7 лет или богач умрет, или собака сдохнет, умрет. То же самое подумал Авраам. Пока мы тут будем вести вот эти все переговоры, с кем-то что-то случится, мы уйдем под шумок, и никто о нас больше не вспомнит. Но приходят наши мудрецы, даже после этого объяснения говорят, ребят, но не сработал план А, не сработал. Надо было приступать к плану Б, почему не сработал, потому что ее захотел не обычный какой-то мужик, даже самый богатый, ее захотел сам царь. А царь не торгуется и не ведет переговоры, и он не должен доказывать, что он завидный мужи, мужених. Он просто берет Сару, забирает ее к себе, и тут Авраам уже должен был спохватиться и сказать, что бизнес-план не сработал, денег мы не срубим, надо переходить к каким-то радикальным мерам. И он не переходит. Он ждет, как же Сара сама вырулит эту ситуацию. Спасибо большое, Карен. И это совершенно не мужской поступок. И многие комментаторы вообще не могут найти оправдания Аврааму, пытаясь как-то всю эту историю немножечко замять, чтобы мы даже не ставили акцент на ней. Но мы легких путей не ищем, и поставим с вами акцент на этой истории, и поймем, чего она у нас приведена. Более я хочу с вами немножечко затронуть тему, я уверена, что у вас возник этот вопрос, почему в те времена было легче убить, чем взять другую жену. Нам с вами очень близок этот вопрос, потому что в наше время оно кардинально все наоборот. Вот в наше время убить кого-то, да ну, да ладно, да нет, за кого-то, чего вдруг, это в тюрьму, да. Никто из нас легко не пойдет убить человека. Но, к сожалению, смотря на наш мир, мы видим, сколько разводов совершается из-за того, что происходит в семье. Измены. В нашем мире совершенно неудивительно, когда мы знаем, тот изменил и та изменила, продолжают жить вместе, развелись, продолжают эту жизнь дальше. Изменами больше никого, шалом Александр, изменами больше никого не удивить. Почему? И ответ на этот вопрос мы находим с вами в Медраше, который называется Медраж Плия. Медраж Плия это что-то вообще очень сложное для восприятия. Это история, которая берет два предложения, совершенно из разных опер, и говорят, если там борщ красный, то тогда цветок надо поливать, чтобы он рос. И вы тогда, какая связь вообще? Борщ, цветок, вода, красный, где связь? Медраж Плия занимается именно вот такими связками, которые мы читаем и говорим, что они курили, когда говорили такие вещи. И вот приходит такой Медраж Плия и рассказывает нам шалом Беруклин, спасибо большое вам за ваш комментарий. И говорит, так же как Авраам сказал, скажи им, что ты моя сестра, так же для больного в шаббат можно зарезать животное. Где связь? Авраам, Сара, Египет, больной шаббат животное? Непонятно. Приходит наш замечательный Рэбе в своих сихот и открывает для меня интереснейшую вещь. Секрет на наш вопрос, почему же им легче было убить, чем взять чужую жену, заключается в том, что они понимали, что когда ты человека убиваешь, ты совершаешь один проступок раз и навсегда. Ты грешишь в ту секунду, когда ты убил, и на тебе висит один грех. Одна статья, когда ты берешь чужую жену к себе, и вы вместе живете, то это каждая секунда повторяющаяся один за другим грех, который не прощается, не забывается. Каждую секунду, что ты находишься с чужой женой, ты приступаешь за конторы. Извините за мой французский. К чему? К тому, что да, они сказали, нам легче сделать один грех, чем из раза в раз его повторять. Отсюда мы понимаем, как связан этот пример, этот метраж с больным шаббат. В Талмуде раскрывается очень много вопросов, которые могут появиться в нашей жизни. Один из таких вопросов, когда человек больной, и ему по рекомендации врача для полного выздоровления надо кушать свежее мясо, и забыли приготовить это мясо. Вот есть шаббат, нет свежего мяса, и есть вопрос. Или пойти сделать шхиту, кошерно убить животное для этого человека. Или пойти на кухню, там было некошерное мясо, и дать ему это некошерное мясо. И вот, как это, исходя из нашего первого примера, они говорят, что мы понимаем, как решить эту задачу. Когда человек идет и в шаббат зарезает животное, он делает только одно преступление. Зарезал, все, дальше ты уже вот. Вот те мяса, кстати, я не знаю, как они его готовили. Может, ему свежее мясо надо было. Я еще раз загляну в это объяснение арабе. А когда мы берем некошерное мясо, то для нас это каждый бис, каждый наш жов, жув, он засчитывается человеку, как преступление, повторяющееся из раза в раз. В общем, тут мы с вами поняли. Были они замечательными людьми, думали о своих проступках, поэтому так легко убивали. Идем с вами дальше по стопам Авраама. Коль мы уже вспомнили нашего любовческого Рэба, у него была не менее праведная жена, Рэба Цинхая Мушка, я уверена, что вы слышали, потому что в Хабаде девочек с именем Хая Мушка, Муся, Машаня очень много, которые названы именно в честь этой женщины. Так вот, когда они жили в Америке, женщина из ее общины, у них был такой обычай, что каждый шаббат они собирали деньги, покупали Рэба Цинхогромный букет цветов, и в него вкладывали записку с просьбой помолиться за них, потому что святая женщина, так принято. И вот один раз новый посланник принес этот букет в дом Рэбби, поставил букет в вазу на стол, а это письмо, конверт понес Рэбби. И когда Рэбби взял этот конверт, увидел, что там имена, он передал назад посланнику и сказал, передай это назад жене, она тоже может благословить. Что мы из этого учим? Не только, что Рэбби Цинхая Мушка была святой женщиной, а то, что это послание каждой из нас. Я надеюсь, что у вас здесь много в моей публике женщин. Мужчины, не отключайтесь, пожалуйста, потому что самое главное для вас будет в конце. Он сказал, скажи, что я твой брат. Почему нельзя было сказать, послушай, Сара, как нормальный мужик, значит, если к тебе подойдут, если у тебя будут какие-то проблемы, скажи, вот мой муж, идите к нему. А я их уже, я не знаю, там, от Мутошу, от Метелю, сделаю что-то, я тебя защищу. То есть, мало того, что он не говорит, я тебя буду защищать, он еще и сказал, ты скажи, даже ко мне их не отправляй, я боюсь с ними связываться. Да они же отборозки вообще, они известны своим дурным характером, сама с ними как-нибудь там справляйся. Вот, правда, скажите, если я сейчас закончу урок, вас этот вопрос будет дальше интересовать, вы будете искать на него ответ? Потому что меня он просто, пока я не поняла суть, что Авраам вообще делал, я не могла успокоиться. У меня сына зовут Алькана Авраам, то есть я в честь Авраама и дедушки моего называла сына. И тут оказывается, что он был тем еще чудаком. Нет, все правильно, мы идем по его стопам, давайте немножко дойдем с вами до конца. Сара, она главная в семье, как их была фамилия? Авраам и Сара, я не знаю, Еврейкина. Откуда мы знаем, что Сара была главная? Потому что когда возник у них спорный вопрос, и в их святой семье тоже эти вопросы случались, когда они не знали, как найти компромисс. Один из таких вопросов, я загляну немножечко в их внутреннюю жизнь, я скажу, что это был вопрос, когда у Сары родился сын Ицхак, и дома еще жил Ишмаэль. Ишмаэль, он был с очень дурным характером. В наше время я бы сказала, что она увидела, как ее Ицхак, паинка, мальчик, который целый день с папочкой учит Тора, вдруг сидит на крыльце дома. И Сара видит в окно, что Ишмаэль ему показывает, смотри, в Facebook, тут столько всего есть. Тут, конечно, и в Айкра есть, и уроки Тора есть, но ты еще на такие страницы можешь заходить. Ты такого в жизни не видел. И Инстаграм есть. Я тебе скажу, на кого подписаться, закачаешься. Сара видит это и становится дурно. Она своего сына охраняла для того, чтобы вот этот вот пасынок, я не знаю, как его назвать, сейчас научила его уму-разуму. И она говорит, Авраам, возьми-ка, пожалуйста, этого сына и отошли куда подальше. Плохо он влияет на нашего Ицхака. Тут Авраам хватается за сердце. Это для него первый сын, которого он растил все это время в любви, в надежде, что из него вырастет достойное продолжение. И он должен сейчас его выгнать из дома. И он обращается ко Всевышнему, папочка, что мне делать? И тут Всевышний, вместо того, чтобы проявить мужскую солидарность, и вообще сказать, Слушай, женщина должна знать место в доме. Скажи, кто тут хозяин? Что Всевышний говорит? Все, что Сара скажет тебе, делай так. Это любимое предложение вообще всех женщин в любом сфоре. Женщины, запомните, сам Всевышний Авраам сказал, в какую школу послать? Какие? Я не знаю, продукты. Покупать. Ладно. Мы сейчас находимся в карантине, у меня нету, слава богу, глобальных проблем. Все проблемы в бытовухе, поэтому и такие примеры у меня лезут в голову. Но в любом случае, все, что Сара скажет тебе, делай. Отсюда мы понимаем, что сам Всевышний сказал, Сара, ты у нас тут мужик, ты главная. Авраам должен по вопросам, связанным с домом и внешней политикой, семье, обращаться именно к тебе. Но это никак не объясняет нам поведение Авраама. Он же тоже не был хнун, как сказать, слабаком. Кстати, я вам больше скажу, это недельная глава. Если вы знаете каких-то феминистов или сами таковой являетесь, пожалуйста, вот скажите, что эта глава, она не то что феминистская, она любую феминистку за пояс засунет. Потому что если феминизм говорит нам, что женщина в нашем мире, в наше время должна приравниваться к мужчине и быть на том же уровне, занимать те же должности, я не знаю, что там эти феминистки говорят, вообще мне непонятно. Но что Авраам Авину загнул еще глубже? Он сказал, мало того, что мужчина не равно женщина, женщина больше, чем мужчина, женщина круче, чем мужчина. До мужчины, до женщины вообще далеко, далеко, далеко. Мужчины, не отключайтесь, я вижу, людей становится меньше, дойдет и до вас, святые слова Всевышнего, где он вас поощряет и говорит, кто же вы в доме. Окей. В наше время оно совершенно по-другому, правильно? Женщина, она чаще всего меньше зарабатывает, она больше посвящает себя дому, у нее меньше есть времени на хобби, профессии и свои какие-то интересы. И поэтому нам так сложна эта ситуация, когда Авраам на амбразура отправляет цару, а сам как бы играет роль слабой женщины, которая не знает, как себя вести. Я вам расскажу небольшую историю, которая связана с семьей, которую я непосредственно знаю, то есть с их предками. Кто в Киеве, в Донецке был, вы знаете, семью Вишеских. Вот я вам сейчас расскажу историю, связанную с их семьей. Когда-то они, кстати, вот я не помню, где они жили, уточню с Божьей помощью. Это было советское время, когда ребенок должен был ходить обязательно в школу, и школа была тоже по субботам, и, естественно, для каждой еврейской семьи это была огромная проблема, и каждый раз семья Вишеских придумывала какую-то причину, чтобы не везти ребенка в школу. Бабушки поехали, насморк пошел, я не знаю, собачка, хомячок умер. Каждый раз они откладывали вот эту вот нужду ходить в школу в шаббат. И вот в один раз вызывает директриса Райбецен Вишескую и говорит, послушай, я понимаю все, что происходит, я закрывала все эти годы глаза на то, что вы каждую субботу пропускаете, не пишете, забываете рюкзаки и ручки, но сейчас пришел как-то ЕГЭ, выпускной экзамен. И если твой сын не придет на этот экзамен, он не допустится к аттестату, он не получит бумажку, что он закончил школу, непонятно, кто из него вырастет, без бумажки ты букашка, вы обязательно должны прийти, иначе я это дело отправлю в высшие инстанции. Испытание, испытание. Шаббат утро берет она своего ребенка, Мойшу, и отправляется с ним в школу. И хасиды, которые стоят рядом, и раб Футерфаст, и раб Вишецкий, они смотрят на нее, естественно, не говорят ни слова, потому что я не знаю, как бы я выдержала это испытание. И вот они идут молча до школы всю эту дорогу, это был период зимних дней, и, в общем, не доходя до школы, мама вдруг делает что-то неожиданное. Она берет своего ребенка и окунает в холоднющую грязную лужу со снегом, и с грязью, со льдом, поднимает его и ведет к школе. Когда они подходят ко входу, директриса, которая, директор школы, которая встречает всех перед таким важным экзаменом, охотается за голову и говорит, вы что, как вы себе позволяете? Да он же грязный, да он же мокрый, да как вы могли его в таком состоянии в школу привезти? И она говорит, ну, упал ребенок, что делать? Ведите его домой, грейте, одевайте, переодевайте. Она говорит, ну как же, экзамен, какой экзамен здоровья ребенка важнее? Она возвращается, и хасиды видят всю эту историю, что ребенок вернулся, не нарушив шаббат. Они у нее спрашивают, как же тебе удалось? И она рассказывает какую-то историю, связанную со своим папой, когда он ее научил, на какие поступки, действия мы можем идти для того, чтобы осветить имя Всевышнего и не нарушить его заповеди. Эту историю я вам не приведу, потому что я очень боюсь, что мы с вами не впишемся во время урока, но поверьте, что там очень вдохновляющая история. К чему я эту ситуацию не привела? Потому что... Сейчас, секунду, немножко потеряла. Часто мы, как родители, находимся в ситуации, когда мы думаем о своих детях и думаем о их будущем. И это нормально. В этом нет ничего зазорного, когда каждый родитель представляет с Божьей помощью, что вот с этим вот набором знаний, которые мы вкладываем в ребенка, с набором черт характера, умения добиваться своего, каким успешным он может стать в жизни. Но мы иногда забываем, что кроме вот этих вот планов на будущее, мы забываем, что мы делаем в эту минуту, здесь и сейчас. Я не знаю, как у вас, и я уверена, что вы у меня самая праведная, крутая публика, и от каждого из вас я могу научиться. Но я по себе сужу, что во время карантина, когда на протяжении вот уже двух месяцев дети все находятся дома. Я, конечно, мечтаю. Я им взяла шахматы, они учат английский, они учат математику, но я каждый день могу повысить на них голос. Я могу не уделять им время столько, сколько я бы хотела. Я могу залипнуть в телефон и не обратить внимание на то, что они там делают. Я как бы думаю о будущем детей, но про это наше с вами время я забываю. А именно, то, что дети видят сейчас, это то, что они будут вспоминать, когда столкнутся с той же самой ситуацией, когда повзрослеют. Они не будут вспоминать шахматы и английский. Они будут вспоминать, что вот когда у моей мамы была проблема, мама не шла молиться, мама не говорила, все к лучшему. Она начинала плакать, она начинала истерить, она начинала орать. И вполне вероятно, что дети будут повторять наше поведение, копировать наши реакции на ситуации. И мы забываем, что именно это самое важное. То, что делала Сара тогда, она была для нас примером, что женщина, она сильная, что женщина, она может справиться со всем, что женщина в большинстве своем, мы просто не догадываемся, в какие силы в нас скрыта, она может быть сильнее мужчины. Мы можем поддержать мужчину, мы можем направить мужчину, мы можем вдохновить мужчину, мы можем быть вот этой шеей, которая будет держать голову мужчину и направлять его так, чтобы он смог двигаться в правильном направлении и быть богатым, быть щедрым, быть умным, быть соблюдающим, быть праведным, все что угодно. Если мы возвращаемся к Аврааму и к песне, которая у нас звучала в самом начале, то Авраам ни в коем случае не сожалеет о своем поведении. Более того, он еще и воспевает это свое поведение в песне. Вот эта песня, которую мы с вами включали, которая называется «Эшит Хайль», я предлагаю вам ознакомиться с ней. Может, когда-то я сделаю тоже урок по этой песне, потому что каждое слово там вообще вау, сплошная история. Она посвящена Саре как последние слова, когда Авраам сидит у могилы своей жены и оплакивает ее. И оплакивает ее не просто словами «Какая замечательная святая женщина была!» Он пишет ей невероятный стих, рассказывая о каждом ее действии, восхваляя каждое ее возвышение, черту характера. И там он пишет. «В тот момент, который я надеялся на тебя, говоря про ситуацию, которую мы сейчас с вами обсуждаем, я знал, что ты все сможешь. Я знал, что твоя святость превосходит мое. Я знал, что не на кого мне больше надеяться, как на твои заслуги и на твое доброе сердце». Другими словами, если бы Авраам начал говорить «Да я сейчас разберусь, да я сейчас сделаю!» Вполне вероятно, что Всевышний бы так не помог, потому что все, что произошло в той ситуации, оно было только благодаря Саре. И Всевышний и Авраам это понимал. Как мы знаем, что все благодаря Саре? Я соединила здесь два урока, не было времени у меня дать два, поэтому у меня какой-то, наверное, сумбур для вас получился, но очень хочется дать вам еще какие-то маленькие вещи, чтобы хоть одну вы запомнили и смогли передать дальше. Авраам до того, как нашел свою жену, у него ничего не было. Когда появилась у него жена, тут же написано, что пришли в его дом благословения. Благословения с тремя вещами. Это свечи, которые зажигала Сара, горели от шабата до шабата, то есть у них был свет, святость, духовность, романтика, называйте это как хотите. Халы, которые она пекла, у нее не черствели от шабата до шабата, потому что было миллион гостей, она исполняла заповеди, и Всевышний делал для нее такие чудеса. Другими словами, у них было денег навалом в то время, когда они жили в шатре и исполняли заповедь гостеприимства. И облака славы, полная опека Всевышнего, тоже над ними была. Когда Сара не стала, все это пропало. Спрашивают мудрецы, а что, Авраам не заслужил всего этого? Как Тора понижает, попускает Авраама тем, что он показывает, слушай, вот когда Сара была, все это было. Сейчас, когда ты один, ты зажег свечу на шабат. Два часа она погорела, купил дорогую, три часа она потухла. Халы, на ночь не спрятал в пакетик, в холодильник, в хлебницу, она стала черствая. Да, все от жены. Когда эти благословения появляются заново в их шатре, когда появляется Ривочка, жена Ицхака, будь то ей три года, четырнадцать, неважно, это еще была чистая, невероятная девочка, которая пришла в святер, и благодаря ей все эти благословения появились. Поэтому, если вы откроете Талмуд, и здесь для вас, мужчины, тоже послание, очень много есть историй по указанию для вас, как разбогатеть, как стать счастливым, как принести благословения в дом, сделать жену счастливой. Если в вашем доме ваша жена она счастлива, она знает, что она любима, она спокойна, что у нее есть стена, она знает, что у нее есть поддержка, она не должна добиваться, там, я не знаю, чего-то, криками, вы советуете с ней. Когда у жены есть душевное спокойствие внутри, поверьте мне, что даже без официальных молитв, если даже она не берет в руки седуга каждое утро, женщина по-любому всегда разговаривает со Всевышним. Кто-то это называет внутренним голосом, кто-то называет разговор сам с собой. Мы постоянно говорим со Всевышним, и Всевышний принимает просьбы жен, которые счастливы. И поэтому любые мужья, любые парни, которые приходили к своим раввинам за советом, как сделать семью счастливой, вот у меня завтра свадьба, они говорили, сделай жену счастливой. Благодаря ей у тебя будут в доме деньги, будет благословение, будет духовность, романтика, все, что вы хотите. И расскажу вам еще, наверное, крайнюю историю, сколько у нас времени. Ну вот, еще немножко осталось. Было два друга. Один был большим бизнесменом, второй раввином. Они познакомились из-за того, что были в одной общине. И у обоих были семьи. И когда этой дружбе как-то стукнуло уже много лет, и они уже вырастили своих детей, и смогли обернуться назад, посмотреть, какие плоды принесло их образование, они поняли, что произошло что-то странное. Очень прошу вашего внимания, потому что для меня эта история прям указатель, вектор направления, в котором я хочу двигаться каждый день. Этим секретом я стараюсь пользоваться, потому что для меня это самый главный секрет, как сделать так, чтобы наши дети продолжили нашу дорогу, чтобы они верили во Всевышнего, гордились тем, что они ивреи, не боялись сложности, которые, на первый взгляд, диктует нам Тора своими заповедями. Итак, у раввина все дети пошли в бизнес, а у бизнесмена все дети стали заниматься Торой. И вот в один из феррбрэнгенов, который произошел в синагоге в субботу утром, в пятницу вечером, неважно, когда они поднимали лыхаем, говорили слова Тора, и изрядно напившись, раввин подошел со всей болью к своему другу и спросил, как, ну как, я целыми днями учу Тору, я преподаю, я не жалею денег на книгу, у меня весь шкаф заставлен святыми книгами и мои дети, никто не проявляет интереса к учебе Торы, так как делается это у тебя. И он сказал секрет. Говорит, посмотри на свою жизнь. Ты всю жизнь преподавал в Ешире. Ты утром вставал очень рано, шел в микро, потом на утреннюю молитву, потом ты преподавал весь день парням у тебя, голова была забита только Торой, ты раскрывал какие-то новшества, ты приходил домой в семь вечера, и тебе уже больше ничего не хотелось, как просто сесть на диван, взять газету и немножечко почистить голову от вот этого напряжения, которое у тебя было весь день. Что твои дети видели, придя домой после тяжелого дня, будь то школа, университет, ешива, работа, да все что угодно. Они видели папу, который вечером отдыхает от Тора, не берет ни одной из купленных, заставленных шкаф книг. Он сидит и читает газету, заглядывает в фейсбук, я не знаю, делает какие-то свои дела. У меня же было наоборот. Я шел утром на работу, я зарабатывал деньги, я посвятил себя всего бизнесу, но когда я приходил домой, я больше всего на свете любила открыть мидраж, что-то почитать, что-то рассказать детям, помолиться, дать сдаку, немножечко почистить голову и посвятить свои мысли, духовность и чему-то более глубокому, чем постоянный побег за материальными благами. Это то, что видели мои дети. И это для нас очень большой показатель, что мы, как родители, должны понимать, что дети на нас смотрят и видят. Они не слышат нас. Никто из детей не слышит. Будь добрым, будь хорошим, не обманывай. Если когда мне звонят по телефону, я говорю, Элькана, подними трубку и скажи, что мама моется, когда я не хочу, например, с кем-то говорить. И сто раз я ему скажу, Элькана, нельзя обманывать. Мама обманывает, когда у нее есть от этого выгода, и значит, так можно, значит, слова ничего не значат, значат только действия. И поверьте мне, что когда мы с вами немножечко посмотрим на себя со стороны, мы поймем, что наши действия очень часто диктуют не ту информацию, которую бы мы хотели передать нашим детям. И у нас с вами есть два замечательных урока из этой недельной главы. Первое, у женщины есть очень много сил, очень много потенциала, который мы иногда в самих себя не видим. у мужчины есть возможность улучшить свое состояние тем, что он будет любить жену, уважать жену, спрашивать больше, как у нее дела. У раби, например, когда спросили, как вы сохраняете такие теплые отношения с женой, раби Цинха, и мужской, когда у вас столько дел, вы ночью раздаете доллары, утром вы молитесь, днем вы проводите уроки, как у вас есть шломбайт, на этой раби ответил 15 минут, 15 минут в день, которые никто не может у нас забрать. Мы сидим и общаемся. И будь то я пропустил молитвы, я пропустил ученика, я пропустил урок, я пропущу заповедь, есть святые 15 минут, когда моя жена знает, что нету никого важнее в этом мире, кроме нее, что нету ничего важнее в этом мире, чем то, что она мне сейчас скажет, даже если это будет просто, знаешь, как я сегодня рыбу приготовила по новому рецепту, услышала, приготовила, там даже кузбера была, представляешь, даже такие разговоры они делают женщин, поверьте мне, счастливыми, с чувством, что мы нужны, что нас слышат, что нас слушают, а счастливая жена, она принесет в ваш дом и деньги, и счастье, и детей, которые будут идти с Божьей помощью правильной дорогой. Желаю каждому из вас, и мне в том числе, уметь видеть свои сильные стороны, уметь видеть себя со стороны и быть хорошим примером для наших будущих поколений, потому что они всегда будут на нас огорачиваться. Я закончила. Кто из вас еще не сделал репост этого урока, прошу вас сделать, не смотря на то, что я скромная и я все-таки надеюсь, что кому-то может быть этот рог может помочь, вдохновить. И вам же не сложно, а мне приятно. В общем, желаю вам хорошей недели, благословенного шабата и, главное, самого крепкого здоровья шломбайта и детей. Много-много здоровья-здоровых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!